Я готовился. Я не ожидал, что будет столько 18 побед подряд. Я готовился к поражениям. Как их перенести. Надо подготовить команду на следующую игру. Какие слова сказать. Как себя вести. Это целый комплекс. Голова иногда взрывается чуть-чуть. И вывод какой я сделал. Лучше, лучше. После игры. Особо ничего не говорить таких. Потому что через день ты немножко переосмысляешь. Потому что на эмоциях все это дело. Можешь так, скажем так, неправильные вещи сказать команде. И это будет стыдно и неправильно. Потом, ну у меня хватит сил, если я что делал неправильно, у меня хватит сил переизвиниться перед любым человеком. Перед командой, перед игроками отдельно. Если я пиханул человеку и был неправ, я просто переизвиняюсь. Извини, я неправ. В этом ничего плохого. Я с назором ничего не вижу. Так что люди, я надеюсь, это ценят. Открытость и наше доверительное отношение. Так что как бы вот так строится наша жизнь команды. Не буду вам желать вкусу изгаринок, потому что вы сами знаете, что вам нужно. Нам в плей-офф сначала войти. Походите в плей-офф. Потому что Найджелт может рассказать, как они к Евратуру шли первыми с Борисом. Да, вот я это вот, скажем так, я учусь не только на своих ошибках, но и на ошибках. Прекрасно я помню, как стартовал Борис очень мощно. Прям машина такая была. Там какие-то звенья играющие, какие-то нам больше черного работы выполняют. Но команда очень хорошо была. Я пожелал Жене Корешкову, я говорю, давай, можешь город срыть. Потому что что-то там сломалось, я не знаю что. Комментировать не буду. И вот с первого места раз-раз-раз-раз. Потом мы даже с Амурасом играли. Хотя у нас там четвертая игра была, по-моему, с Борисом. Они приехали, недельный перерыв у них был. Я думал, нас растопчет. Ну, первый-первые так потрепали хорошо. Но потом потихонечку-потихонечку мы перешли и обыграли. Того же Найджела выключили из игры. У меня там молодой с ним подрался и хорошо все.